Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь основная проблема заключается в том, что вы не определились для себя достаточно четко с тем, зачем вам это все, для чего вам это все. То есть, для чего вам, чтобы мужчина вел себя с вами так, как вы хотите. То есть, зачем вам его влюбленность, к примеру. То есть, вы его любите возить к нему чувства. Хорошо. Вы хотите сделать его счастливым, к примеру. Значит, супер. Супер. Вот. Но, тогда, может быть, стоит посмотреть, что ему действительно нравится, что ему интересно, что его трогает. Его трогает. Задевает за живое. Да. В чем он нуждается, в конце концов. То есть, вот такие вещи. Если же вы хотите для себя что-то получить, к примеру. То есть, вам, ну вот, нужно, чтобы он в вас влюбился, потому что вы хотите что-то для себя, допустим. Что-то будет бросить. А что я, значит, могу сделать для того, чтобы это получить в первую очередь сама. Да. Вот. Почему мужчина должен мне дать что-то я хочу получить. Понимаете? Понимаете? Какая штука. То есть, вообще, это очень тревожный вопрос, тревожный запрос, что вы хотите, чтобы он в вас влюбился. То есть, это довольно эгоистичное желание. В нем нет ничего плохого, но к человеку отношение это имеет, скорее всего, самое-самое отдаленное. Вы хотите реализовать какие-то свои возможности. Вот. Свои, точнее, желания, какие-то потребности. Если. Вот. И лучше вам все-таки отделять одно от другого. А тогда и скандалов у вас не будет. А вы не будете требовать от мужчины чего-то, что он вам либо дать не может, либо не хочет. Вот. Вы будете принимать его, скажем так, ну, его позицию, его выбор. Вот. И вести себя более независимо. Что соцсов, собственно, и нужно для того, чтобы человек от вас окончательно не обратился, и чтобы вы стали ему интересны. То есть, первое, это цель. Второе, пожалуйста. Вы пишите, что начинаете скандалы. Да? Вот тоже очень важный момент, из-за чего вы начинаете скандалы. Да? Как? То есть, что провоцирует скандалы. Вот. По факту. То есть, какие чувства у вас появляются, что вы скандалите. То есть, это страх, это ревность. А какие корни у этих чувств? Какие корни? Ну. Как делать, чтобы он сам бегал за мной, сам хотел встречаться со мной, а за что бы скучал и ревновал? Для чего вам это? Для чего-то он скучал и ревновал. Зачем? Такое ощущение, что вы пытаетесь что-то компенсировать за его счет. Вот в первую очередь, Екатерина, вам об этом нужно подумать и определиться с тем, что вы чувствуете к человеку. Что вы хотите для человека. Если вы его любите, если хотите, чтобы он был счастлив, да? Но если вы хотите получить что-то для себя, это другое. Но на таком случае, отношения нужно строить по расчету. А это совсем не то же самое, что духовные отношения. Если вы пишите, если вы пишите, что внешность у вас красивая, но думаете, этого недостаточно, значит, нужно посмотреть, что мужчине нужно. И показать, что вы можете это ему дать. Тогда он, только тогда, он будет реально, действительно скучать, переживать и, как вы говорите, бегать за вас. Но с другой стороны, мужчина в 45 лет вряд ли будет бегать именно. То есть это все-таки, это все-таки достаточно такой серьезный человек, да? Да, это серьезная личность, это зрелая личность, понимаете? И, как бы, это вам нужно, чтобы он бегал за вами. Потому что только так вам будет казаться, что вы ему нужны. Но это лишь по той причине, что вы в себе, скорее всего, сомневаетесь. Вот, собственно, в чем суд. То есть отношения здоровые можно построить в том случае, если вы в этих отношениях ориентированы на человека, перед этим как можно более полно обеспечив себя всем необходимым, дабы не быть зависимым от, собственно, кого-либо. Вести себя с таким мужчиной нужно независимо. Вести себя с таким мужчиной нужно не холодно, а с достоинством. Вот, показать ему, что он не центр земли, что он не по вселенной. Показать, что у вас есть много, именно много своих дел, которыми вы занимаетесь. Вот. И самое главное, это у вас было что-то общее. То есть какое-то общее увлечение, общее хобби. Например. И здесь мы прямо-прямо подходим к тому, как вы с ним познакомитесь. Вот. Кон-конкретно. Как. То есть, что вас объединяло, что вас связывает. Вот. Ну, что вас связывает вместе. Вот. Это такая вот история, такая вот история, такой момент. Исходить нужно из этого. Сперва поставить цель, потом самостоятельно обеспечить, и уже после этого ориентируется на человека. Либо отношения по расчету, в которых есть взаимные выгоды. То есть, ему выгода быть с вами, и вам выгода быть с ним. Но здесь, ещё раз, отношения по расчету, это именно отношения по расчету. То есть, пока выгода есть, человек с вами. Выгода не станет, и человек с вами уже больше не будет. Подумайте за себя, готовы ли вы к таким отношениям. Реально. Вот, в принципе, всё, что можно сказать пока что. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Хорошо. Ja.